Добрый вечер, в эфире Веси Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов, смотрите в нашем выпуске. В индустриально-технологическом колледже Черкеска состоялась встреча депутата Госдумы Расула Баташева с администрацией учебного заведения. Какие вопросы поднимались? Осторожнее на дороге еще раз предупреждают сотрудники ГИБДД. Скользкая трасса, да еще и водитель в нетрезвом виде привели к ДТП. Ногайский район посетили представители Ногайских диаспор, проживающих в разных странах. О культуре, традициях, репортаж вестей. В Доме культуры Усть-Жигуты чествовали тренеров, преподавателей, спортсменов, показавших лучшие результаты в ушедшем году. Глава Крачева-Черкесии Рашид Тимрезов встретился с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом Хаджибердиевым. Говорили о том, как развивается мусульманская ума республики. Такие встречи определяют новые направления сотрудничества, сказал глава, и прежде всего в вопросах воспитания нашей молодежи. Рашид Тимрезов поблагодарил Исмаил Хаджи за то, что он глубоко понимая все происходящее, все происходящие общественные процессы и современные вызовы, вносит значительный вклад в укрепление мира и согласия в нашей республике, на Северном Кавказе и в России в целом. Кто такие десенаторы и зачем они нужны нашей республике? На каком уровне стоит текстильная промышленность региона и как увеличить количество специалистов, разбирающихся в этой отрасли? Эти и другие вопросы были разобраны на встрече депутата Госдумы Расула Баташева с администрацией Индустриально-технологического колледжа Черкеска с участием заинтересованных ведомств республики. Фатима Даурова подробнее. Индустриально-технологический колледж был выбран площадкой для круглого стола не случайно. Здесь обучают и выпускают высококвалифицированных специалистов, которые востребованы на современном рынке труда. Сварщики, монтажники, водители спецтранспорта и так далее. С учебным процессом на месте познакомились и гости. Вот это второкурсники. Уже варят там, чуть ли не ракеты делают из железа. Но уверенно, смело, это второе полугодие, вот они полугодие одно отработали, уже нахально так заявляют, обе этих, что я цех открою, я машину старую взял, я уже подвариваю, они так уже, у них амбиции уже такие. Это второкурсники. А по окончании обучения они выйдут руководителями среднего звена. Я представляю, как они будут. Студенты получают профессии, уже ставшие дефицитными в Карачаево-Черкесии. Но есть еще одна пустующая ниша, которую нужно заполнить. Это подготовка специалистов в текстильной промышленности. Иначе говорят диссенаторов, художников по тканям с навыками программиста вышивального оборудования. Для республики, где производители вязаных изделий занимают 45% всего рынка трикотажных и текстильных изделий в России, наличие таких специалистов только в пользу. Вторая проблема, с которой они сталкиваются, это профессиональные кадры. Для того, чтобы обслуживать то оборудование, которое у них есть, необходимо комплектующие завозить из Москвы. Мы специалистов приглашаем для программирования тех же машин из Москвы. И если по специальности смотреть, так же стилистов приглашать в разных регионах. Если мы на сегодняшний день можем проработать механизмы и понять, как мы можем сакамулировать у нас в регионе, то конкретно шаг будет в развитии данного направления. На сегодняшний день, скажем, швеи-мотористы. Это значит, огромное количество, их просто не хватает. По крайней мере, те, которые у нас работают, это как от советской власти, которые остались, вот они и работают. Как выяснилось, за круглым столом для обслуживания такого оборудования в республике нет ни единого сервисного центра. Не хватает наладчиков, нет и обучающих центров. Таким может стать факультет по трикотажному и стектильному производству на базе индустриального колледжа. У нас все дети, которые заканчивают школу, хотят пойти в юристы, в экономисты, с судьями, прокурорами стать. Хотя сегодня хороший, наверное, наладчик, программист, получает не меньше, чем прокурор района зарплату. Получает, как средний судья, зарплату. Вместе с этим у нас студенты уезжают куда-нибудь в Ставрополь или в Ростов учиться и не возвращаются, потому что работу здесь они не находят. Они ищут более высокооплачиваемую работу там. Но если мы сможем дать им хорошую работу здесь, у нас, наверное, многие студенты будут обратно возвращаться. Соответственно, многие даже, наверное, не поедут учиться. Расул Баташев призвал все ведомства определить задачи и составить план действий для того, чтобы факультет заработал в сентябре текущего года. А трикотажный бизнес, который популярен в республике, больше не нуждался в профессионалах. Фатима Дорова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. В Черкесске на пересечении улиц Тавропольская и набережная водительные автомашины ВАЗ-2114 30-летний житель Улапсыш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на светофор. При дорожных деревья совершил опрокидывание автомобиля, после чего произошло возгорание. В результате ДТП 41-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован в республиканскую больницу. Сотрудники отдела внутренних дел устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Данный участок автодороги является очагом аварийности. Водителя и пассажира из электрии и транспортного средства мимо проезжающие водители. Установлено, что водитель автомашины ВАЗ-2114 на момент управления находился в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего на него составлен административный протокол по статье 12.18 КОАП РФ. В Карачаево-Черкесию посетили представители нагайских диаспор, проживающих в разных странах. Гости из Турции, Румынии, Норвегии, Германии, Венгрии встретились с представителями нагайского народа. Из нагайского района Алихан Лепшоков. Где бы ты ни находился, в какую страну ты бы ни забрел, человека всегда тянет к кратным местам. Гости из зарубежья приехали, чтобы поближе познакомиться с нагайцами, проживающими в Карачаево-Черкесии. Ученые из Венгрии Дауд Карай Гергей Аккус впервые посетили республику в 2016 году, чтобы поближе узнать кубанских нагайцев. В течение трех дней они побывали во всех трех аулах, познакомились с жителями, фольклором и записали старинные нагайские песни. Гости отмечают, что такие встречи способствуют налаживанию дружеских отношений между нагайскими диаспорами. Мой отец немец, а мать из куманских кипчаков. Наш аул так и называется – Котен. Куманские кипчаки были в составе только нарождающейся нагайской орды, нашего степного государства во времена Батыра Эдеге. После этого государство стало называться Ногайской Ордой. К сожалению, сейчас у куманских нагайцев родной язык не сохранен. Он был утерян в 18 веке. Я же только приехав в ваши аулы, у ваших стариков и научился немного разговаривать на родном языке. Дауд Карай и Гергей Аккус удивили нашу съемочную группу, исполнив мелодии национальных песен куманских нагайцев. Также они подчеркнули, что песни кубанских нагайцев очень схожи по звучанию с их мелодиями. Также Гергей Аккус отметил, что у нагайцев, проживающих в Венгрии, Словении общие корни. И возможно, поэтому мелодии песен кубанских нагайцев очень похожи на наши музыкальные композиции, отметил гость из Венгрии. Северные регионы Венгрии и южные регионы Словакии, я, например, граждан Словакии, мы там меньшинство. Мы национальность венгерская на Словакии. И нас, этих венгер, называют, все остальные венгры, венграми-половцами. Половец. Но в этом слове половец сохранилось, что у нас кипшахские корни. На встрече каждая диаспора делилась своими впечатлениями, знакомилась между собой. Здесь все родное, и так приятно слышать родную речь, отмечают гости из зарубежья. Встретив дорогих моему сердцу людей, заполнил пустоту души, говорит гость из Румынии, Зейд Насипали. Смотрю налево, слышу нагайскую речь. Направо нагайские песни. Мы в рай попали. Очень понравилась свадьба. Мы со всеми вместе пели, танцевали, пробовали национальные блюда. Пусть будут здоровы руки тех, кто готовил праздничные угощения. Мы чувствуем себя здесь комфортно, как у себя дома. Данная встреча осуществилась благодаря усилиям народного артиста Карачаева-Черкесии, заслуженного деятеля культуры республики Казахстан Арсланбека Султанбекова. Ну а саму программу о встрече представителей нагайских диаспор с кубанскими нагайцами наши телезрители смогут посмотреть в понедельник в 18.00. Аляхан Лепшоков, Светлана Кокова, Аслан Баташев. Вести Карачаева-Черкесия, Ногайский район. Арабские сладости и сирийские пряности. Семья Черкесовых, беженцы Сирии, которые сейчас проживают в Хабезе, нашла способ встать на ноги, открыв частное дело домашнюю пекарню. Попробовала вкус дамасской пахлавы и Фатима Даурова. На историческую родину семье Черкесовых пришлось вернуться из-за войны. Здесь, на совершенно незнакомом месте, им пришлось начать всё сначала. Благо, с помощью земляков, откликнувшихся на человеческое горе, крыша над головой уже есть. Но Ислам и Нанси не привыкли сидеть без дела. Идея открыть свою пекарню им пришла в голову за праздничным столом, где хозяева угостили местных восточными блюдами, а десерты получили наивысшую похвалу от гостей. Вот такие сладости понравились моим гостям. С тех пор вся семья помогает мне их печь. Уже есть постоянные клиенты. И мне отрадно, что моя выпечка нравится людям. Потихоньку у нас всё налаживается. Хвала Всевышнему. Арабские сладости необычные своими вкусовыми качествами славятся во всём мире. Черкесовы выпекают шесть разновидностей. Самые популярные вариации из слоёного теста с мёдом, фисташками и другими орехами. Нанси заменила фисташки обычным для нас грецким орехом. У каждого кондитера свои секреты, которые передаются из поколения в поколение. Самые главные ингредиенты, которые она использует, это сироп из лепестков розы и домашнее топлёное масло, от чего и похвала получается ароматной и вкусной. Этот сироп мы привозим специально из Нальчика. Без него пахлава уже не будет настоящей, сирийской. Именно она придаёт ей вкус Дамаска. Ислам во всём помогает своей супруге. Потихоньку растёт рынок сбыта. В сложной ситуации они не отчаялись, а собрались силами и смогли встать на ноги, в пример другим. Русский язык они пока только осваивают. Дети учатся в местной школе, завели уже друзей и подруг. У каждого из них своя мечта. Ясир хочет стать учителем математики, а его сестра Тая, может, в скором времени станет моей коллегой. Арабский, русский. Я сейчас знаю арабский, английский, изучаю русский и свой родной черкесский языки. Хочу стать журналистом. Мне нравится эта профессия. Атмосфера студии, камеры, микрофоны. Обязательно буду идти к своей мечте. Большая семья черкесовых-махошевых своей сплочённостью противостоит всем преградам, выпавшим в их нелёгкой судьбе. Они только начали свой маленький домашний бизнес. Но желание работать есть, как есть и врождённое трудолюбие. Стремление не зависит от обстоятельств. А главное стремление – жить под чистым небом над головой. Фатима Дорова, Марина Кушпова, Мухаммед Дашибоков. Вести. Карачаево-Черкесия. Хабецкий район. В Доме культуры Усть-Жигутинского района прошло торжественное мероприятие «Герои спорта-2017», на котором чествовали тренеров-преподавателей, спортсменов, показавших лучшие результаты в ушедшем году. На мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Для тех, кто любит спорт и кто старается изо всех сил достигать побед, тем самым защищая честь республики и страны. Каждый год проведение таких мероприятий в Усть-Жигутинском районе стало уже доброй традицией. Первыми поздравлениями за заслуги в области развития спорта приняли победители и призеры районной Спартакеады. Были отмечены тренеры-преподаватели и их самые лучшие воспитанники. У сильного человека никогда не преобладают какие-то плохие амбиции. И мы сегодня собрались сказать огромное спасибо, честь и хвала и низкий поклон дать тем людям, которые посвятили себя воспитанию подрастающего поколения и дать оценку тренерам высочайшего класса. Дзюдоист Ромаза Маусугена в прошлом году пополнил копилку медали республики серебряной. На чемпионате России, который прошел в Кабардино-Балкарии, он стал вторым. Победитель многих международных турниров отметил, что именно упорные тренировки под бдительным контролем тренера воспитывает настоящих чемпионов. Очень приятные впечатления, честно сказать. Спортсменам, людям хотелось бы пожелать успеха, терпения, чтобы достигли самых высоких вершин в спорте, и не только в спорте, и в жизни. Соревнования были достойные, ну, очень сложные, можно сказать. Там на высшем уровне мы готовились, стремились к этому шли. Особую благодарность хотелось бы раздать тренерам нашим. Два воспитанника тренера по легкой атлетике Усть-Джигутинской спортивной школы Александра Шаповалова заняли призовые места на всероссийских соревнованиях. С каждым годом спортсмены в этом виде спорта показывают высокие результаты, отмечают педагоги. Этот праздник проводится уже не первый раз, и с каждым разом все больше спортсменов достигают этих высоких результатов. И мне кажется, что именно этот праздник подвигает их, этих спортсменов, достигает больших результатов. Высокое звание мастера спорта по пауэрлифтингу получил другой именитый спортсмен Бородин Иркенов. Он также был отмечен почетной грамотой за большой вклад в развитие спорта в Усть-Джигутинском районе. По пауэрлифтингу, жим и лёжа, к этому шёл полтора года. Норматив по версии АПФ надо было 145 килограмм выжать, без экипировки, без ничего. На это соревнование проходил в городе Ростове, назывался Кубок Восточной Европы. Естественно, занял первое место. И выполнил разряд мастера спорта по пауэрлифтингу, по версии АПФ. После до виновников торжества был организован концерт с участием артистов отдела культуры района. Алихан Липшоков, Алибек Дейшеров, Вести Карачаева, Черкесия, Усть-Джигутинский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова